Итак, пятый бан от команды 4Protect5. Я тут смотрю, на стриме небольшие технические неполадки были, потери кадров. Надеюсь, что это временное явление, потому что на протяжении... Сколько уже там стрим часов работает? 9 часов. Такое, в принципе, неудивительно. Ладно, надеюсь, что дальше подобное продолжаться не будет. Если что, скорее всего, его придется перезапустить. Задержка 5 минут на стриме, я напомню. Короче, как не должно. Ничего лагать. Ладно, если вдруг проблемы будут, обязательно напишите. Итак, 4Protect5. Пятый пик для них. Им нужно добрать какого-то героя в сложную линию. Посмотрим, кто это будет. Это будет Абаддон. Вот так отвечают с Наумни Найта. Просто Абаддоном. Свет и тьма по разные стороны. Дэни Шбирс. Пятый пик для них. Нужен керри. Нужен керри, способный все это дело остановить. Абаддон очень неприятный герой. Против него играешь и прям бесит он тебя. Но... Он вполне победим. 5 секунд remaining. Дэни Шбирс, я считаю, что они знают, как против него играть и как побеждать своих соперников. Это Лондроид. Для них... Не его я, конечно, ожидал. Но Лондроид так Лондроид. Ничего страшного. Посмотрим и за ним. Просто из-за Лондроида мы вполне, вероятно, можем увидеть очень продолжительную карту. Разве что они не переиграют своих соперников в пух и прах с самого начала. Если же карта будет продолжительной, то пусть она будет 100-минутной, как Лода сегодня показывал со своей командой. Ну, пока вот у нас сегодня на просмотре 45 минут была. Самая длинная карта. Вот как раз-таки последняя. Та, которую Сикрет могли проиграть. Но выиграли. Выиграли легко. Достаточно. Посмотрим, сумеют ли они сделать сейчас то же самое. Имеется в виду Дэни Шбирс. Сумеют ли они так же, как Сикрет, легко переиграть своих оппонентов. Они пока тоже вперед ногами всех выносят. Всех, с кем встречаются. Возможно, и здесь соперник не ровнее. И мы так же увидим легкую победу. Хотя Лондроид, это, как правило, продолжительные, затяжные игры. Может быть, я ошибаюсь. Итак, смотрим. 2-0. Я вам говорил уже, статистика у одних. У других 1-2. Если там все обновилось. Если честно. Вроде как да. Вроде как все обновилось. Поэтому давайте смотреть. Проблем быть более не должно. И драк, я так понимаю, тоже никаких на начальном этапе не будет. Поэтому можем посмотреть, кто будет на ком играть. Райс сыграет на Джакира. Райс будет выступать на Лондроиде. Ноя сыграет на Никс Ассасине. В миде, конечно, будет 747-й на Квин оф Пейн. Ну и Джо сыграет в сложной на Омни Найте. Дисраптор. Соответственно, с другой стороны будет выступать на нем Дэнсин Дрэгон. Файв. Лично сам Файв сыграет на Розоре. Слэш Трайк пойдет в миддл на Лешраке. Стан уже вкачал себе. И Скиллз будет играть на Сэнкинге. И эта КК сыграет на Абадоне. Команда Фо Протект Файв. В первой игре смотрелась достаточно прилично. Но потом как-то поплыла. И уже в нижней части турнирной таблицы находится. Посмотрим, как они будут выступать далее. Шансы на выход из группы у них еще есть. Но они не очень велики. Нужно побеждать. Так. Три карты они сыграли. И сейчас играют против фаворита. Будет четвертая карта. Останется пять. Разве что статистика 6-3. 5-4 минимальная им поможет выйти из группы. Без этого. Шансов у них не будет абсолютно никаких. 747-й. Получается сейчас много дэмэджа. Знают прекрасно, кстати, что у него нет блинка на первом уровне. И вот так много урона он получил. Слэш-страйк, конечно, тоже здесь страдает. Но вот 747-й был ближе к смерти. Нужно и тому, и другому отпеваться. Но на одном действовал яд. Другой же уже это сделал. Только сейчас начинает заниматься Лешак. Тем временем, Queen of Pain. Естественно, на втором вкачает, скорее всего, себе блинк. Чтобы таких ситуаций не повторялось, можно было спокойно уходить. Но зато здесь не факт, что сможет уйти Никс. Никс много урона получает. Последние пара тычек остаются. У него во второго левола Лешака. И появится он совсем не скоро. В отличие от той же Queen of Pain. На миде, конечно, веселуха. Но давайте посмотрим, что на других лайнах происходит. 5. Пытается дэмэдж высасывать у Мни Найта. Сделал этого в небольшом количестве. И готов. Теперь уверенно добивать крипов. В то же время Хара Стюм Нинайта. Здесь тем временем Абадон тоже легко, по крайней мере, пока стоит против Лондруида. Джекера персонаж неприятный. Но он пока только первого уровня. И напрягать сильно не может своего врага. Он получит второй. И тогда Абадон будет гораздо хуже. 747-й. Получает третий уровень. Лешака пока левел 2. Хочется прыгнуть за ним и убить его. Но там так много крипов. Но он прыгает. Убивает не его, а просто Курьера. С одной тычки. Здорово сыграно. Это блестяще сыграно. Что там говорить? Не испугался. Прыгнул. Даже несмотря на то, что, возможно, понимал, что рядом есть Сенкинг. Он готов прыгнуть. И он готов. Если что, застанет где-нибудь под вышкой. Потом бы застанет Лешак. Ну и так по накатанной. Но нет. Ничего страшного не произошло. Курьер убит. Деньги заработаны. А соперникам будет сейчас, по крайней мере, тяжелее. Нападение снова на Queen of Pain. Есть 20 тана по таймингу. Да, много урона она получит. Но выживет 100%. Блинг имеется. На развороте еще и даггер 2-го левела. И можно наказывать здесь и скилза. Возможно, даже догорит. Догорает. А вот это, кстати, было очень опрометчивое решение. Не совсем понятно, зачем прыгал. 747. Смысл. Вроде как вы и так убивали. Был умни Найт. Зато снизу сумели убить Абаддона. Вот так. Вот этого я точно не ожидал. Здесь тем временем. Умни Найт гоняет всех, кому можно. Умни Найт левел 3 уже. Ну, свое дело он сделал. Скоро купит Аркантапки себе. Совсем немного ему осталось на них нафармить. Убил всего лишь 4 крипа. Но даже так у него все получается в этом плане. Тем временем. Лондроид левел 4. Здесь Абаддон также левел 4 имеет. Никс левел 3. Подбирает руну. Хорошую руну для Queen of Pain или Шрака. Но тебе без ботлов, как мы видим. Снова много урона. Снова 2 стана по таймингу. Такая олдскульная связка еще из первой доти. Лишь Шрак сенкинг. Помню, дабл линиями стояли. Старый, старый состав Virtus.pro с Вигасом. Небольшая пауза. А, я понял, в чем проблема. Система показывает, что у меня память закончилась для записи. Ну, ладно. Это не самая большая проблема. Главное, чтобы... Ничего не мешало нам доту смотреть, в первую очередь. И, вроде как, нам ничего не мешает. Это самое главное. Есть нападение на слэш-трайка. Слэш-трайк много урона получает. Нужен стан от Никса, но он пошел не в ту цель. Может быть, даже этого хватит, чтобы убить его. Да, погибает. Ну, в свою очередь, разменяют, скорее всего, на Омни Найта. Тому буквально секунды не хватило, чтобы похилиться. Но зато убьют двух героев, а то и трех. Да, есть нападение на Дэнсин Дрэгона. Дэнсин Дрэгон также погибает. Это уже минус три. Потрясающая игра. Вот Дэниш Бирс. Легко они зарабатывают три убийства прямо сейчас. И за счет этого зарабатывают много денег. Вот мы видим уже пинув Пэйн первая. А Лишак отстает на тысячу. А минута-то только шестая началась. Колоссальное преимущество для такой минуты. Ну, там Квинув Пэйн сколько киллов сделало? Два. И смерть была не нужна. Абсолютно можно было обойтись без нее. И казалось бы, что удастся. Так, я сильно извиняюсь, но тут проблема была у меня с личным интернет-провайдером. Вроде как все наладилось. Я надеюсь, что дальше такая проблема возникать не будет. Первый раз в жизни меня подставил мой провайдер. Так, чтобы у меня прям совсем все слетело. Надеюсь, на стрим это не повлияет. Пока, как я вижу, ничего даже по киллам интересного не произошло за эти минуты. Есть у меня, конечно, одна история. Как однажды меня провайдер подвел. Но это не время сейчас, чтобы ее рассказывать. Но она достаточно веселая. Тоже со стримами связанная. В этом как-нибудь потом. Ладно, нападают здесь на Райза. Райза убивают. Третье убийство для O-Protect 5. Неплохо они здесь сыграли. Я попрошу, чтобы меня там посмотрели в плане того, как стрим работает после того, как интернет возобновился. Надеюсь, что все будет в порядке. Тем временем, Queen of Pain сыграет Лешака. Все очень просто. 6-3 счет. Нетворса мы на тот момент смотрели. Как мы видим, две лидирующие позиции сейчас у Danish Beers. Дальше на третьей строчке. Или вторую там делят. Неважно. Разор поблизости. Все остальные очень далеко. Даже у Мнинайт обгоняет мидера. В этом плане все прекрасно для датчан. А вот в O-Protect 5 нужно придумывать что-то банально с центральной линией, которая, ну блин, она уничтожена. Она уничтожена просто в ноль. Там две тысячи уже преимущества. Ну вот он Лешак. Я понимаю, что можно придумывать какие-то интересные стратегии. Я понимаю, что таким образом вы преподносите сюрприз более сильному коллективу. И, возможно, рассчитываете на подобное. Но Лешак. Это же герой, помимо того, что редкий, непопулярный, так на нем еще и исполнять нужно. Хорошо. Не сказал бы я, что это самый простой герой для исполнения. Ну и не под все стратегии он подходит. Здесь его идея пока не совсем ясна. Бежать и бить. Как ловить, как убивать Queen of Pain. Это пока ее не всегда получается поймать. При том, что там только блинг первого уровня. И поживаемость это не таковой никакой. Что будет дальше? Дальше может быть еще хуже. Ну вот, хорошо. Напали. Есть репел в ответочку. И на развороте. Цеплять. Ну, хорошо. Можно цеплять Лешака. Неважно кого. Есть ультимейт. И 747 очередной фраг для себя зарабатывает. Не догорел здесь никто. Лешак снова погибает. Безмолния он, кстати, играет. Бадон очень рискует. Вот так просто подходя. Ультимейта у него не было. А тем временем Разор забирает Никса. С другой стороны здесь очень битый Дисраптор. И удается его убить. Queen of Pain уже здесь оказывается. Вот так. Здорово. 747 играет. Везде. В нужное время. В нужном месте. Эйс тем временем на топе. Вместе с своим Смоном. Забирают в тир-1 вышку. Уже вторая вышка для этой команды. Соперник пока даже не приблизился ни к одной из них. Хотя есть Лешак. Так, казалось бы, с третьими Диаболиками. Queen of Pain. С Инвизом, как мы видим. Хорошая руна. Можно куда-то зайти в спину. Кого-то цепануть. Вот это все жертвы. Раз, два, три, четыре. Всех можно цеплять. Разве что Абадона. Просто так в соло не убьешь. Ну, если что, поможет кто-нибудь у Райза, как мы видим. Уже третий левел. Самые важные способности в плане пуша. Сколько там снижение урона идет? Вернее, замедление атаки. 50. На третьем левеле у Liquid Fire. Вот вышка за вышкой падают. Ну, и вот уже минус три. А денег это приносит много. Уже 5000 преимущества на 12-й минуте. Но я пошел в путешествие искать жертву. Здесь находит Файва. Один он его не убьет. Но убьет точно с 747. Ну, вот такие два человека. Один с видетой, другой с простым своим инвизом. Это точно будет большим сюрпризом. И здесь Файв, естественно, погибнет. Я тут говорил, что карта может быть крайне продолжительной. Но такое чувство, что... Эта Квит оф Пейн закончит карту минут за 20-25 от силы. Ну, то есть не то, чтобы зайдут и спушат, а соперник просто может сдаться по такой игре. Не удивлюсь, если так произойдет. Итак, что у нас снизу? Снизу Дисраптор 6-й левел получил. Хорошую позицию занял. Теперь хотя бы будет полезен у Сен Кинга 6-й левел. Также имеется, но нет эпицентра. Он его пока не качает. Можно просто сбить телепорт. Убить, конечно, не получится. Хотя, если вот так все постелить, по Цайленсам он не найдет. Нет, конечно, хватит дэмэджа. Тут я погорячился немного. И можно вместе с Лешираком ломать первую для себя вышку с четвертого уровня Диаболиками. Есть ТП. Есть ТП от Квин оф Пейн. Будет ли сразу же прыжок на Леширака? Нужна еще поддержка? А может и не нужна. Будут ли какие-то щитки от Абаддона? Хотелось бы, наверное, их дать, но вот маны-то не хватает. У Абаддона, конечно, есть ультимейт. Хочется догнать мной Слэш-трайка. Шрайна по-прежнему нет. Тут пытаются отпиваться. Но это всего лишь мана. Нужно здоровье. Да ладно. Не попадает станом и уходит. Отсюда Леширак. Отлично. Им было сыграно. Лундруид фармит уже в чужих лесах. Ничего не боится. Кстати, Драган Лэнд себе купил. Забыл я как-то про существование такого билда. Никаких радиансов, никаких миддасов. Этот старый. Но старый новый Лундруид. Который одевает именно основного героя. Вот такие вещи возворяет с подобными героями. Вот просто подошел, встретил, убил. Сотню урона с руки. Плюс у медведя 60. Это его под 200. Кстати, этого вполне хватает, чтобы разбираться с портами. Да и Разора, возможно. Нет, с Разором не получилось выдраться, потому что там Тиклинг. В остальном просто идешь, дерешься и убиваешь всех. Квин оф Пейн. Будет покупать себе Линкен сферу. И тогда ее вообще нечем будет ловить. Там что-то из области фантастики должно произойти, чтобы убить такую Квин оф Пейн. Нападение будет Линн или Шрака. Оно, может быть, и будет. Но вот если Ноя начнет с танами попадать, пока не все идеально у него в этом плане. Надеюсь, дальше будет лучше. Хочу ответ какой-то увидеть. А вот и ответ. Нападение на Джекира. Джекира очень битый. Джекира здесь погибнет. И Файв заберет себе этот фраг. Тем временем на топе. Потихоньку прессует вышку Дэни Шбирс. Ну, сломать, возможно, не получится. Ее вот прямо сейчас, потому что слишком много героев сюда идут. Но рано или поздно они это сделают. Седьмой левел Сенкин по-прежнему без ультимейта. Я понимаю, что дайгера нет и хотелось бы только с ним ультовать. Но способность-то интересная и в случае хорошей позиционки можно вполне ультанути без этого замечательного артефакта. Здесь Линкен Сфера совсем-совсем скоро появится. При этом уже есть Вейл. Уже дэмэджа магического колоссальное количество. Джекира. Есть Тюникс. Есть Кин оф Пейн. Бей не хочу. НИКС. Снова в инвизе. Третья попытка подряд от Ноя кого-нибудь догнать и застанет. Но в этот раз застанет. Отлично. Главное, чтобы не погиб теперь за это. Шрайн. Видимо, погибнет. Да, погибает. Без шансов. Кин оф Пейн. Понимаем, что врагов слишком много. Стоит просто отступить. Минайд по-прежнему на топе. Левел 9. На 10-м посмотрим. Скорее всего, голду себе возьмет. У тебя два таланта таких. Голда и экспа. Я не помню, есть ли еще такой герой, у которого именно эти два таланта дают на выбор. Ну да ладно. Итак, Райс. Тоже левел 7. Рикетфайр в четверочку вкачан. Ландруида будем смотреть, что будет появляться после. Мелл Шторм в проекте. Тоже недолго до него осталось. После его покупки будет он еще быстрее фармить. Здесь тем временем нашли Квин оф Пейн. Легко ее убили. Как-то не странно. То же самое могут сделать сомненны. Айтем, потому что хорошо подкапывает Синкинг и убивает сразу двух героев, ребята, снизу. Даже трех. Если Квин оф Пейн мы учитываем. И вот такие минус 3 на ровном месте от 5000 осталось всего лишь две. И что это было вообще в Дениш Бирс? Так, ошибаться нельзя. Дениш Бирс обязан эту карту выигрывать, если они хотят закрепить свое положение в турнирной таблице. Ни в коем случае отпускать соперников не нужно. чем быстрее они сумеют чем быстрее и больше карты они сумеют выиграть в первый день, так я хотел сказать, тем проще им будет просто в день второй. Ну и учитывая, что сейчас их соперник не самый сильный, мягко говоря аутсайдер, выигрывать его нужно. Потому что сложные матчи еще впереди. матч против Сикрет будет важнейшим. Я не удивлюсь, если это будет матч за выход из группы напрямую на Интернешнл. Вполне могу предположить, что две команды будут иметь по 8-0 без очного противостояния. Именно эта встреча решит исход прямой путевки на Интернешнл. А если ты не выходишь напрямую, ты обязан играть в плей-офф. А в плей-офф не факт, что получится. Там все-таки бестов 3 серии, там будет целых 4 команды. Конечно, смотришь так на европейские дивизионы, кажется, что кроме Сикрет ни одна из команд не должна играть на Интернешнл. Но так будет. Южная Америка же будет. Значит, и Европа будет. Так что в этом плане все нормально. Ну, повторюсь, я единственное насчет чего думал, это чтобы между топ-2 СНГ и Европа разыграли третью путевку на 2 этих региона. Может быть, это будет честный вариант. В остальном все должно, я думаю, всех устраивать. Не факт, что какая-то из наших команд бы легко, допустим, обыграла Дениш Бирс, условно. Ну, или еще кого-нибудь. Но я. В Инвизе отправляется искать жертву. И может он найти здесь Лешака. Лешак это очень легкая цель, даже несмотря на то, что у него уже Бладстоун Бладстоун и Сулбустер есть, прощение. Крин оф Пейн рядом. Проблемы могут быть и у нее. Да у всех тут могут быть проблемы, но пока встревается исключительно Файв. Не сработали корни. Файв живет, Файв отступает. Попытка забрать Ескилза. Яд на него бросили. Прыгать дальше за ним будут или нет? А почему нет? Да, конечно, нужно. Ескилз погибает. Не пожалел. Ультимейт здесь 747. И сейчас можно пушить дальше. Просто смотрю, куда лучше пойти медведям на центральную линию или наверх, или все-таки лондруида оставить сверху, а самим пойти по центру. Таким образом все будет очень и очень легко. Ломается тир-2 на топе. Без шансов. Никто и защищать не будет. На миде все-таки не стали пушить. Побоялись, что какой-нибудь даггер на Сенкинге есть. А он есть уже. Вот он его засветил. Вот он будет. Если что, влетать, он готов влетать в следующий файт. Догоняет Разора подальше, чтобы не мешал Пин оф Пейн снова далеко от команды. Зато есть уже линген сфера. Спануть ее сложнее стало в разы. Умни Найт берет баунтируну. 11 левел у него уже. Естественно, талант все-таки на голд он себе взял. С таким талантом артефакты будут появляться очень быстро. Хотя пока отстает от Абадона по фарму, как мы видим. Был бы Абадон с Мидасом, было бы совсем все круто для него, но Мидас он себе не взял. И, соответственно, Умни Найт вполне может по деньгам только за счет одного лишь таланта догнать своего оппонента. Мишак тоже, конечно, отстает от Queen of Pain, причем отстает очень сильно. Порядка 4000 огромная цифра. 747 отправляется на нижнюю линию толкать немного крипов к Тир-2 вышке. Зайти на хайграунд к такому разору, к такому Сен-Кингу довольно проблематично. У Разора уже есть Энджин Яша, уже есть Барабаны, уже есть Огреклаб. И будет БКБ рано или поздно. И это 2000 здоровья. 2000 здоровья это много. Это на 500 больше, чем у ландруида, который, кстати, уже почти купился ландруида. Остается буквально пару лесных кемпов забрать и вот тебе их в рейкинг пайк. Вот такой ландруид. Ну, это сюрприз на самом деле для меня, что решился кто-то его использовать в таком амплуа сейчас, в таком билде. Ликвид показали на что способен стандартный ландруид в финале эпицентра. Вернее, даже не в финале, а больше в полуфинале, когда против Virtus.pro играли. Какая-то стадия была, господи. Полуфинал, это правильно. Нет, это был даже четверть финал. Я что-то запутался. Ну, ладно. Не суть. Главное, что это был матч против Virtus.pro. И в том матче действительно выиграл ландруид. Здесь ландруид другой. Здесь ландруид более необычный, но не сказать, что он менее эффективный. Дальше интересно, что возьмет по таланту. Ноя. Левел 9. Тоже Forstuff собирается себе покупать. У Райза нет ничего. Это просто субпорт пятой позиции, который покупает расходные какие-то материалы. Видимо, большой пак вардов. Десятый левел хотелось бы получить. Там взять способность. А вот, кстати, насчет того, есть ли более высокое количество золота. Да, это у Джакира 150 секунды. Ну, вот, кроме пака, это топ-2, по-моему. Снова нашли Queen of Pain. Снова Queen of Pain погибает в одиночку, без команды. Снова загуливает 747. Так делать нежелательно. Загуляв, ты позволяешь сопернику снести вышку, потому что, ну, наличие лешака позволяет считанные секунды забирать любой Тауэр. Здесь, тем временем, в спину выходят. Дисраптора уже в этом файте не будет, и можно попытаться убить здесь вообще абсолютно всех, но Друид-то не настолько силен, только благодаря тому, что есть умнинайт, он спокойно здесь выживает, а без него, наверное, отъехал бы так же отдохнуть, как и Queen of Pain. Ну что, Эйс. 1660 у него ХП, маловато, конечно, скоро будет форма третьего уровня. Тир-2 подбираются, но бить ее пока не хотят, либо даже не могут, потому что как сказать у Розора БКБ еще по-прежнему нет. появится чуть позже у Райза. Как мы отмечали, уже нет ничего, здесь только Мека и Даггер. В перспективе Queen of Pain после линки, что себе будет покупать, будет покупать себе Морчит. Ну, было бы неплохо выключить, опять же, чуть ли не всех героев из файта, все они полезны и все под Сайленсом будут страдать. Если убьют Дисраптора, это будут легкие фраги Queen of Pain с таким артефактом. то драку без него провести эффективно не получится. Если вообще удастся прыгнуть на сын Кинга так, чтобы тот с Даггера в бас не взлетел, то еще лучше. Ну и теперь два снизу потихоньку ломают. Защищать ее 4 Protect 5 хотят, но нельзя сказать, что у них прям хорошо это получается. Кстати, там ультимейт есть все-таки. Получается. А вот сейчас получилось его активировать и теперь нужно просто отступить об аддону, потому что теперь главушка ломается. 5 рискует. Вот такие решения принимать, конечно, весело, но небезопасно. В следующий раз тебя так поймают. Придется команде High Ground уже защищать в меньшинстве. Так, Queen of Pain. Тоже третий уровень ультимейта совсем скоро появится. Естественно, желательно его не использовать до того, как он не появится. Здесь есть нападение на Сент-Кинга. Хорошо карапасами его подловили. Ну вот сейчас должен быть этот 18 уровень. Хотя теперь-то сбить нечем. Теперь действительно нечем сбить. Ультимейт не получилось использовать. Не успевал здесь 747-й. Ну и затихла игра. Врагов давно не было каких-то массовых не было гангов. Порядка 6000 пока выиграют всего лишь Улыш-Бирс. Эйс отступает отсюда. Ну вот Абадончик побить, чтобы не мешал, чтобы не наглел. Кстати, ультимейт прожал и сейчас на этом можно попытаться подловить. Пойдут ли? Пойдут ли Дэниш-Бирс? А вот Лишрака. Амакропира. Отлично. Лишрак погибает 100%. Кто будет следующим? Цепляют Абадона. Должны прекрасно понимать, что по-прежнему нет у него ультимейта, но здесь есть скиллз. Хороший, казалось бы, эпицентр дал. Урона совсем не хватает. Без Лишрака такое чувство, что команда не наносит урон от слова совсем. И Пин оф Пейн в этот раз хороший ультимейт по двоим. Ультимейт 3-го левела умудрились забрать здесь Сенкинга и получить прокаст полный от Дисраптора. Здесь очень битый был Абадон. Вот один скрим и тычка с руки и он погибал здесь. И вот она последняя тир-два вышка уничтожена. Дальше только Хайграунд и Рошан. Больше на этой карте заниматься нечем. Это игра такая. У Эйса в перспективе, как мы видим, Кираса. Кираса опять же А, нет. И Велнир для начала будет туда собран. Да, Велнир. Ну, опять же, вешать можно на кого угодно. Хоть на Квин оф Пейнт, хоть на Умни Найта, хоть вообще на Никса, хоть на себя. Если тебя будут бить. Вообще, лучше, конечно, наверное, того, кто врывается. Того, кого будут бить. Так, Ноя. Тоже 12-й хотелось бы ему взять. Но не скоро это произойдет. Воу-протек-5 пока могут выдохнуть спокойно и ждать просто атаки от соперника. Хорошая руна для Квин оф Пейн. Ее в идеале нужно брать и просто дальше идти давить. Если не получится, ну, ничего страшного. Воу-протек-5 что будут делать? Есть Блокинг Вар. Уже для них в этом плане все хорошо, ибо Разор будет жить. Физический урон имеется только лон-дроида. Если лон-дроид не будет бить или вообще его убьют, то тогда Фу-протек-5 могут спокойно здесь брать в драку какую-нибудь из или несколько даже по очереди. И вот сейчас в идеале поймать Квин оф Пейн. Квин оф Пейн близко. Квин оф Пейн уходит не получается ее убить что получается высосать немного демэджа у Скритбэра. Смоук от Дэниш Бирс куда пойдут? Ну Лишака какого-то ловить? Такого угона можно ловить, Абадон далеко. Если бы они знали, они бы вообще пошли наглеть. Дэнсин Дрэгон точно погибает. Будет продолжение. Продолжение не будет. Погиб только Дэнсин Дрэгон. Зато будет убийство Роша. Потому что без Дисраптора в Рош Пейте драться так же эффективно как с ним не получится. Его способности слишком важны в этом узком проходе в этом участке. И поэтому беспрепятственно здесь завирают Роша на Дэниш Бирс. Получают Аегис. Смотрим кто он кому он достанется. Достается Queen of Pain. Медведя пока не убивают. Медведь если что форму примет и будет жить подольше. А вот Queen of Pain крайне уязвимая даже при наличии Линкен Сферы 2200 здоровья всего лишь. Ответный спуг от команды Дайер. 12 левел получает Дисраптор. Взяв Туруну и не берет себе золото. Берет себе дальние способности. Интересное решение. Видимо считает что лучше пусть до меня не дойдут чем я накоплю немного денег. 747 еще и Шеду Блейдом. Вот это уже интересная штуковина. Queen of Pain с этим айтемом не часто увидишь. Ну то есть здесь что-то более похоже на Лину. Вообще этот артефакт обычно на других персонажах собирают. Ну точно не на Queen of Pain. Что придумает Даниш Бирс? Пока просто без идей набегают пытаются кого-то искать никого не находят и уходят опять же в очень такой вязкий продолжительный фарм без гангов без вообще драк каких-либо. Ну а что делать еще кроме как фармить и пушить тир 3? Пушить тир 3 можно. Знали бы они сколько ведут а ведут они кстати уже прилично порядка 12 тысяч плюс-минус есть Аегис есть Медведь. Заходить на хайграунд не хочу но видимо не хотят. 947 продолжает просто бить крипов любимое его занятие на этой карте. Сначала побил героев потом побил крипов потом снова будет бить героев. Обычно наоборот дело сначала бит крипов потом героев но это не про этот случай. хорошо спанули Абадона Абадон здесь если получит корни будет иметь проблемы корни пока не получает не хотят они срабатывать включается ультимейт не достает айспас и есть сайленс ну вот так легко забирают Абадона никто из команды даже не попытался сделать ТП в Биддл чтобы засейвить своего тиммейта но зато вскушали вышку на топ чтобы тоже принесло деньги в первую очередь Абадон рано или поздно сам поедет итак тир 1 на миде сильно будет проседать ландроид много урона по вышкам наносит даже без артефактов но когда у него конечно урона много а не 60 минус 63 итого 2 2 урона на ландроиде может быть еще увидим 2000 золото есть у Файва он будет покупать себе скади как мы видим опять же артефакт на выживаемость артефакт позволяет замедлять врагов я просто думаю когда Дениш Бирс сейчас соберутся и отправятся на хайграунд ну если они не реализуют свой аегис то мы точно увидим продолжительную карту об этом можно будет говорить процентов на 80 хороший проказ пошел от Джакира дальше можно поймать Абадона но это не та цель его придется убивать полтора раза Абадон уходит зато здесь есть рядом Разор никого вообще не убивают хороший врыв в свою очередь от Сен Кинга проблема здесь огромная у Омни Найта тот успеет включить ультимейт айс пас неплохой очень битый здесь Омни Найт Сен Кинг тоже много урона получил Квин оф Пейнт попадает под прокаст Дисраптора и дальше можно гнать Ноя тот включает Карапасы Ноя вернули Ноя здесь будет погибать если его никто не поддержит а команда не собирается его поддерживать у Разора там миллион урона и он просто бьет руками можно просто сейчас убить я хотел сказать медведя но Квин оф Пейнт сзади просто ультимейт кидает в троих и соответственно будет разваливать и всех остальных трипл килл уже ну выбирай кого бить как говорится не хочу и три секунды три секунды для ультимейта есть ультра килл можно делать рэмпидж можно делать его на Разоре и должны оставлять должны оставлять тиммейт конечно есть рэмпидж 747 по-моему второй рэмпидж на этом турнире делает а вот кто сделал первый я вообще не помню год по-моему то что год сделал рэмпидж я уверен на 200% а вот насчет того был ли это до этого единственный рэмпидж вот тут я точно сказать не могу так как смотрю игры только на этом канале туда заглядываю крайне редко просто банально времени нет этот формат он немного выматывает когда перерывы у тебя буквально 2 минуты итак нападение есть на Абадона тут сразу включается ультимейт пока еще живет сторона целая Разора не будет еще очень долго нужно убивать здесь Абадона хороший снова прокаст есть от Дистраптора но все абсолютно умудрились выйти из под него и будут дальше жить есть байбэк от Разора вот он тот самый байбэк который нужен был наверное пораньше Дискилз хочет прыгнуть на даггере вот цеплять цеплять можно Эйса присасываться к нему хочется только если наверняка заберешь много дэмэджа и это возможно не тот случай вообще абсолютно не тот случай 49 урона потерял только Лундрейд 49 получил Разор не те цифры которые нужны можно сейчас попытаться напасть на Лишака который слишком далеко заходит Райс тем временем уже с Форстафом вот так там в принципе из прокаста Дисраптора выходили герои А747 просто подходит бить бараки барак ранджовый в соло никто ему не мешает на топе также разрушена вышка остаются только бараки на топе и на миде нижнюю линию можно пока не трогать со следующего захода допустим но чтобы был следующий заход именно туда необходимо снести либо здесь либо здесь пока не получается ни там ни там с этой задачей справиться у Меланир уже есть 2 600 здоровья у андроида зато есть возможность сломать шрайны минус шрайн верхний можно пойти сломать нижний потом уже дождаться второго Рошана взять сыр и идти заканчивать только если у ФО Протект 5 нет каких-то других планов на эту встречу а вот Разора не хочется терять прямо сейчас у него ведь нет байбека Разор без байбека получает корни и погибает он вот лайк уже у Квин оф Пейн БКБ в последнюю секунду прожал не давали ему этого сделать Квин оф Пейн стан получает скорее не в том проблема что Квин оф Пейн стан получает а в том что Сэнкин погибает по итогу как бы не останавливали Квин оф Пейн а вот Линька говорят делает свое дело байбек есть у Сэнкинга эпицентр у него также по-прежнему есть наличие это тоже очень важный момент эйс бьет не попадает никуда и вот он наконец-то эпицентр очень неплохой врыв хватит ли урона хватит только по одной цели это всего лишь ник не успевает прожать он не найд свой ульт за это накажут Сэнкинга за смерть товарища а потом здесь тоже погибнет можно и на лишрака прыгать прямо туда но не будут так как 5 считает что эта игра проиграет Венешберц зарабатывают третий балл в этой группе их соперники напротив третье поражение 1-3 статистика у них никуда не переключайтесь следующим матчем станет игра между командами Крещенда и Кулбинс Лода против своих бывших тиммейтов из Элайонс игра будет очень веселой я в доверию я думаю 5-7 минут паузы и мы снова вернемся продолжим смотреть замечательную доту